Расщепление ели голубой. Ели колючий голубой. Постоянно задают вопросы, как так у вас семян и нет расщепления. Нет. У нас расщепление, у нас она вся одинаковая. Как можно видеть, вот она вся ель. Это пятилетка. Духходит она естественно зеленая. Сейчас у нас погода конечно ужасная. Ветер очень сильный. На улице минус 7. Ощущается примерно как минус 15. Снега нет. То есть прорасщепление. Что двухлетка, что трехлетка, что пятилетка, что четырехлетка. Все она голубая. У нас нет расщепления. она может быть зеленоватого цвета, при том как при том как если пойдет дождь, например, или при выкопке. Потому что пустый ветер какой. Потому что, еще раз хочу заметить, при выкопке она меняет цвет, потому как вы ее все равно поранили. Даже если человеку хватит порезать, он может побледнеть. Поэтому цвет вот зеленый, а там видим, что ну точно не зеленый. Вот зеленый, пожалуйста. Там видим, что голубой. Смотрите, она вся голубая. Мы не перебираем. Мы рассаживаем как есть она. Постоянно все одинаковое. Подряд всю рассаживаем. Выкапываем и рассаживаем. У нас нет там мы перебираем или что вы думаете. Нет. Никогда этого не делаем. Цвет вы видите. Сходит она, конечно, вся зеленая. Потом становится голубая. Уже к осени весной сходит. Осенью она становится довольно-таки голубая. Однолетка даже. Потом двухлетка также. Весной она может от дождей. Еще вариант такой, что от дождя к примеру может она там ну чуть-чуть зеленый будет цвет. А так цвет мы видим, да? Это темно-зеленый. Это зеленый. А там мы видим, что это ну не зеленый, это точно. Голубая. Форму она не теряет. Ель колючая форму не теряет. Форма ели колючей 100% семена повторяют 100% форму ели колючей, ели голубой. То есть она будет стройная, набитая, красивая ель. Как видите, расщепления нету вообще. Никто ее не перебирал, сажала вся подряд. Вот видите, цвет утисов зеленый. А здесь у нас получается голубой. Правильно? Здесь голубая пятилетка. Здесь у нас сосновей мутого. Просто некоторые товарищи говорят, вот вы брали у вас в двухлетнем возрасте, а сейчас она была тогда зеленая, вы сказали, что поголубее. да, двухлетка она зеленоватая бывает, но потом она набирает цвет осени. Уже трехлеткой. Вот цвет. Конечно же она наберет. Но просто расщепление. Постоянно мне вопрос задают про расщепление. Расщепления у нас нет. У нас вся ель одинакового цвета. Голубого. Может быть где-то сизо. Сизо голубоватая. Ну, а в последующем она, конечно же, будет вот шестилеткой, она уже более голубая. Если так взять. В принципе не настолько отличается, но все-таки. Вы видите, да? Темно-зеленый цвет, а там мы видим цвет голубой. Это еще солнца нет. Было бы солнце, вы бы увидели насколько она вся голубая. Ну, а в будущем будет вот такая ель. Здесь у нас ель обыкновенная. Здесь у нас ель обыкновенная. Вот видите, вот какая она идет. зеленая обыкновенная ель. Тут у нас четырех летка. она идет. Тоже цвет, ну, вы видите, да, какой цвет. Я не говорю, что это небесно голубой цвет, но все-таки это голубой цвет. если взять соотношение с зеленым цветом, то есть вот туя, например, зеленый цвет. вот ель коника зеленого цвета, канадская. А вот ель колючая голубая, тоже шестилетка. Ну, наверное, видно разницу, и наверное, видно. Цвет какой. Расцепления у нас нет. Чтобы мне кто не говорил, идет расцепление семян, у нас расцепления нет. Спасибо. С вами был Евгений Филимонов и питомник Войный Дворик. Редактор субтитров